Заложил Минтранс строительство экологического судна, 500 миллионов он стоит, уже в этом году заложил. И мы получим судно, которое будет собирать отходы со всех судов, которые плавают на Байкале. Сейчас, вы знаете, все слегается в воду, это, конечно, безобразие. Очень важно, чтобы хорошая связь у нас была везде. Мы специально провели заседание по вопросу обеспечения связи труднодоступных регионов у нас в республике с участием представителей военно-промышленной комиссии, организаций, осуществляющих производство средств связи. И выбирали варианты, как зайти со связью даже туда, куда волос, мы понимаем, что не протянем. Было рассмотрено три варианта. Это УКВ-связь нового формата, это тропосферная связь, когда радиосигнал отражается тропосфера, и в пределах 70-100 километров идет хороший уровень связи с невысокой стоимостью, и радиоралейная связь. То есть мы смотрели разные варианты. В 2018 году мы начнем строить сразу пять школ в ЛНД и в пригороде, которые полностью закрывают третью смену. Одна школа у нас будет большая, на 1200 мест. Мы сразу все школы построим сейчас, и потом порядка до 10 лет будем рассчитываться за эти школы. Плюс мы начнем строить школы, которые крайне в неудовлетворительном техническом состоянии. Это в Курмкане вторая школа, это Клюевка в Кабанском районе и Новоселингинск. Сейчас в муниципальный детский сад это будет платить порядка 3 тысяч рублей. В частный детский сад от 8 до 10 тысяч рублей. До 15 тысяч доходов? Нет, оно может быть и до 50 дойти, если за каждым ребенком 3 няньки будут бегать, можно и так. То есть кто что хочет. Но в среднем, все-таки частный детский сад, который обеспечивает присмотр, уход и дошкольное образование, то порядка 8-800, это оплата, которую мы с представителями этого бизнеса общались, достаточно для того, чтобы содержать и достойно оказывать услуги. И тогда, если родитель платит 3 тысячи, мы платим 5-800, то частный детский сад, у тех представителей, которые будут, скажут, нам все, 8-800 нам достаточно, мы готовы представлять места дополнительные. Мы такое решение приняли, деньги в бюджете в республиканском предусмотрели, выделили, свое постановление республики выпустили. Пока решения о выделении финансирования нет, есть поручение проработать. Вот мы изо всех сил сейчас прорабатываем. Два варианта подготовили, все расчеты у нас есть, все обоснования есть. Теперь задача работы на федеральном органе. Мы сейчас боремся за то, чтобы чемпионат по вольной борьбе 2020 года тоже России провести у нас, ну, понятно, с прицелом на Токийскую Олимпиаду. Ну, вы знаете, что я здесь мало кого знал, когда приехал, и использовать там классическое резюме «Я дядя Баира» для приема на работу, конечно, это не формат. Ну, конечно, были. Регулярно. «Я дядя Баира» и все. Бронебойный аргумент. Ну, теперь уже поняли, что бесполезно. Ну, конечно. Выставили. Ну, перестали, а следы уже не ходят. Они должны быть все в своей части умнее меня, настойчивее и лучше разбираться. И мне не нужна та команда, которая смотрит мне в рот и кивает на все, что я говорю. Пересловно, дороги. Да, это первое. Вы знаете, что мы большой задел сделали по дорожному строительству, ремонту дорог. Второе – это электроэнергетика. Мы снизили тарифы для малого и среднего бизнеса на 25%. Мы единственный субъект Российской Федерации, который в следующем году для населения не поднимает стоимость тарифов. И мы, по итогам следующего года, мы будем в числе лидеров вообще в России по низкой стоимости электричества для населения. Это большая сдвижка по вопросам нормативной базы, которая действует на Байкальской природной территории, в центральной экологической зоне. То, что сейчас запустились законы, которые, скажем так, дают большую возможность нормальной жить на Байкальской территории. Это то, что мы начали строить эти честные ВЛНД, получили на это финансирование, поддержку. То есть, в целом у нас экологические вопросы существенно сдвинулись. Плюс то, что такие значимые проекты, как завершение строительства онкоцентра, строительства ледового дворца. Продолжение следует...